можно выключать демонстрацию камера можно так давайте пока часть из вас уже все сделала часть фотографирует немножко фоном вам так пожужу на предмет того что сегодня разберем смотрите у нас не так много но по классике чуть-чуть задержимся вот если кому-то нужно будет бежать без проблем смотрите сначала немножко вернемся в дифференцирование видел что многие так нары что не совсем это понятно но здесь заранее предупрежу извинюсь у меня планшетик украли поэтому буду показывать просто в демонстрации где что на что на что умножается вот если что-то непонятно прям нужно сразу останавливать вот потому что но не так это будет наглядно как когда мы с вами рисуем вот разберем парочку задач из вот этого вот из этой пдф вот там где какие-то хорошие идеи вот я их покажу этот момент номер один момент номер два по поводу градиентного спуска вот это же видел что многие тыкнули но я просто честно даже не знаю что еще здесь вам можно рассказать кроме того что говорили в тот раз можно конечно про модификации градиентного спуска разобрать но вот я говорю если не иметь чертила на это это будет очень долго напряжена и я думаю бесполезно поэтому с ним поставим следующим образом я посмотрю там что у нас по программе дальше вроде бы дальше нет таких вот окон в этом семинаре поэтому по модификациям градиентного спуска я скину отдельный видосик минут на 15 вот где разберу в целом все самые важные вот на них посмотрите вопрос позадаете вот оставшуюся наибольшую часть семинара мы с вами позанимаемся такими вещами часть из них будет я буду сразу обозначать что из этого будет дальше курсе что нет ну вот ничего чего сейчас мне загрузить не удалось вакинуть место сейчас одну секунду подождите так дождите одну минуту давайте чтоб сейчас мне не париться скиньте все мне в личку у кого мало места вот скиньте в личку только давайте договоримся чтобы там не было через 15 минут сообщение идет или сообщение удалено и там новое отправлено а то были у меня такие случаи человек отправляет потом редактировать так делать не нужно и это все равно замечу главное просто убедитесь что у вас тогда где-нибудь фаллики назвали себя идентифицировали короче так продолжаю свою лирику вещи которые в основном будем разбирать это просто очень очень полезная инфа которая ну типа даже если вы вот после этого курса захотите пойти работать очень сильно пригодится так ну да да вот блин сколько этих ужасных уведомлений так все хорошо и давайте тогда так сейчас просто и так очень много времени потратили кто еще не скинул завершайте это дело кто уже скинул ну отлично тогда слушайте сейчас эти трансляции участника все отключить так ничего давайте начнем тогда с матричного дифференцирования немножко вернемся сначала задача с того семинара которым еще я вас немножко дезориентировал потом бежим дальше давайте вспомним вот такую задачку когда у нас есть икста xx у нас вектор а это матрицы нужно найти производную по векторам самом деле в большинстве подобных задач когда мы хотим что-то почему-то найти и носить какой-то вектор весов есть или всякие данные это обычно в матричном формате нужно всегда помнить про вот ту фишку с тем что во первых транспонированный скаляр это он и есть во вторых то что мы можем дифференцирование и транспонирование операции менять местами то есть это дифференцирование икс то это то же самое что продифференцировать x и дальше его транспонировать вот и вспомним быстренько сейчас еще раз эту задачку что здесь происходит во первых как разбивать дифференцирование сложные функции но это даже не сложная функция грамм функция несколько раз зависит от нашего аргумента это то же самое что продифференцировать каждый из этих аргументов по отдельности нормально что я вижу задание проверочный сейчас так и должно быть нет не нормально спасибо большое просто другой кто-то шарит скорее всего еще экран поменять а все да нужно было видеть правильно вот сейчас наверно точно правильно так поехали дальше на если чего в чатик пишите спрашивать и так далее короче сейчас расположу что мы делаем мы берем говорим что это то же самое что продифференцировать вот это все то же самое продифференцировать первый аргумент умножить на остальное плюс xd продифференцировать все остальное ну соответственно что мы там вот эту штучку мы точно также можем раскрыть ну как продифференцировать матрицу а плюс а умножить на дифференцированный x ну вот это сразу можно вытянуть почему потому что у нас а это константная матрица да ну когда мы дифференцируем по x это в любом случае константная матрица с точки зрения x поэтому понятно что по ней будет градиент 0 соответственно нас остается вот этот и вот этот член как я уже сказал про эту фишку вспоминаем что вот это это просто-напросто скаляр так вопросик из чата мы каждую штуку дифференцируем да именно так не забываем нажать на все остальное это просто правило раскрытия дифференцирования когда у нас от нескольких аргументов это дело зависит вот вот это у нас это скаляр почему ну вот давайте посмотрим на их размерности убедимся что у нас получается один на один соответственно продифференцировать эту штуку ой господи пардон транспонировать эту штуку и ничего не поменяется что мы делаем мы берем эту штуку транспонируем вспоминаем как транспонировать там произведение нескольких функций векторов и так далее это то же самое что транспонировать каждый из них в отдельности и дальше поменять порядок то есть xt умножить на от умножить на dx транспонированный и еще раз транспонировать ну вот вспоминая штуку с тем что дифференцирование транспонирования можно менять местами получим что здесь у нас два раза транспонированный x то есть просто-напросто dx получаем xd x и xd от dx но в точности как у нас получалось они не в точности вот короче xd от dx ну а право чем у нас получается вот он как бы не меняться он здесь был такой он и есть отсюда xd выносим за скобочки и получаем от и плюс а x все вот эта фишка и нужно постоянно пользоваться и она будет жизнь вам очень сильно облегчать вот соответственно ну когда мы нашли полный матричный дифференциал да соответственно если мы хотим найти чисто градиент функции по иксу вот штучку мы убираем да потому что ну как бы производная по самой себе это будет единичка получаться вот такая у нас штука получилось давайте проверим одну вещь это всегда делать важно когда вы занимаетесь там дифференцированием функций нам нужно у нас функции 1 на 1 до вектор этой x это вектор размерности n на 1 правильно значит что должно быть значит должно быть так что градиент нашей функции по иксу имеет размерность n на 1 почему потому что здесь всего лишь одно число а здесь n компонент сейчас увидим случай когда это не одно число и про это тоже поговорим вот соответственно здесь нас n на n транспонировано опять же n на n x это n на 1 значит сумма размерность n на 1 все правильно прям как мы хотели отлично если вопросы да давайте не буду каждый раз переспрашивать просто напишите сюда если вдруг как всегда это бывает боитесь что не знаю кто-нибудь что-то о вас плохое подумать напишите мне вопросы вопрос я увижу телефон у меня рядом можно пример дифференцирования реальных функций что значит реальной ошибки даже не знаю какую сейчас подсунуть давай сделаем так поскольку сейчас будет сложно с нуля давать какую-нибудь реальную функцию ну например там блог лосс или кросс энтропия я это тоже включу вот видео которые посвящу всяким методом градиентного но модификации а то мне сейчас придется еще рассказывать что такое кросс энтропия лог лосс и так далее вот так еще пару задачек быстренько буквально значит точно такая же функция как у нас с вами была в чем задача задача найти вторую производную по икс чтобы просто понять мы с вами нашли градиент это направление у нас получается но типа если приравнять эту штуку к нулю мы получим локальный минимум или локальный максимум ну соответственно первую производную мы с вами нашли вот она она у нас соответственно из вектор объект получается что теперь хотим найти вторую производную ну что это значит вот то же самое как сейчас было это как продифференцировать первый член умножить на 2 плюс первый член умножить на подифференцированный 2 понятно что производная чисто первого члена это 0 опять же потому что это константы соответственно у нас с вами получится просто вот такая фигуре на а плюс от и умножить на x соответственно матрица вторых производных для этой функции это просто а плюс от и потому что опять же производный x а по саму тебе будет равна вот поэтому все задача на этом решается последняя вещь которую хочу показать вот эти вот страшно это вам все надо показать вот эту задачку потому что она мне показалось тоже прикольные с точки зрения воплощения идей про которые говорили смотрите у нас есть функция которая три раза зависит от нашего аргумента и нужно найти ее градиент по иксу сначала запомним и потом к этому вернемся давайте на размерности посмотрим n на 1 1 n на 1 значит произведение всех этих штук даст размерность n на 1 правильно вот это держим в уме теперь давайте распишем этот дифференциал на самом деле когда три раза до сколько образ там n раз не зависело от нашего аргумента это же самое как продифференцировать каждый из них по отдельности умножить на все остальное это теоретически обоснованная вещь соответственно дифференцируем по первому аргументу только вот здесь как бы скобки такие должны стоять умножить на остальное плюс x на вот продифференцировать только по второму члену да то есть опять же здесь скобки должны стоять умножить на последний не забываем плюс x xe умножить на последний а теперь сразу воплощение двух идей которые вот всегда важно держать в уме особенно перед следующей проверочной контроль рассматриваем сначала первое слагаемое в нем что мы можем сказать что xt на x это скаляр правильно вот он xt на x это скаляр а дифференцируем мы только вот по ix у соответственно поскольку xt на x это скаляр получается мы вот этот вектор умножаем на число раз мы умножаем вектор на число что мы можем сделать можем число перенести перед вектором то есть можем сделать и x-то x умножить на dx в чем проблема почему нельзя вот просто взять вот эту штучку как бы так и визуализировать здесь просто взятие перенести перед x не даёт не перенести потому что у нас полетят размерности а именно когда мы будем с вами убирать дальше dx да потому что это будет у нас единичный вектор нас будет получаться что в одном случае у нас число в другом случае у нас матриц поэтому что важно сделать важно чтобы после вот всяких таких махинаций когда мы перемещаем скаляр не знаю транспонируем с транспонируем такое не бывает вот чтобы размерности всегда совпадали к размерность у этой штуки ну такая же как у исходной n1 значит если мы эту штучку сюда перенесем вот сюда и в перспективе выкинем вот эту фигню у нас точно также должна остаться размерности n1 это очень важно поэтому что мы с вами делаем когда мы переносим ее перед dx мы ее умножаем на единичную матрицу размера n на n единичная матрица как мы все с вами наверное знаем из курса венала никак не повлияет ни на какие вообще операции умножения и так далее но что она позволит нам сделать нам позволит сохранить перспективе размерности то есть что получается x dx 1 на 1 умножить на единичную матрицу может на dx в целом все ровно то же самое как бы ну результат вот этого всегда будет совпадать с этим но если мы будем с вами убирать dx единичный вектор то у нас с вами будет размерность n на n а не 1 на 1 это важно раз увидим почему теперь рассматриваем второе третье слагаемое вот здесь еще одно очень прикольное воплощение этой идеи со скалярами смотрите что получается если мы с вами возьмем вот этот член здесь дифференцируется только x10 умножить на x то это опять же скаляр ну точно по аналогии как здесь соответственно если мы его с вами здесь транспонируем опять же ничего не поменяется правильно что здесь получается здесь получается давайте рисовать так хотя бы попробуем это эта штучка если ее транспонировать что получится получится просто-напросто x транспонированный сейчас отвечу на вопрос из чатика умножить на dx ну опять же вспоминаю что мы можем транспонировать дифференцирование операции одним местом x транспонируем на dx а это на самом деле в точности что мы видим вот здесь да вот это он и есть соответственно этот этот член они полностью совпадают друг с другом поэтому ну вот то видим что получается получается что здесь какая у нас размерность xxt это n на 1 на 1 на n соответственно размерность n на n матрицы вот этой на здесь nn здесь nn и вот здесь nn отлично теперь мы их действительно можем сложить друг с другом вот соответственно складываем их выносим сначала нот канонический вид выносим dx за скобки но дальше если градиент хотим просто dx убираем получаем что на самом градиент выглядит вот таким образом вот мы просто взяли все это под скобки вынесли dx вот это очень важная вещь вот для тех если нашлись такие смельчаки кроме никита которые решали вместо второй четвертой задачи речь регрессию выводили для нее канонические оценки ой аналитические оценки то на самом деле там ровно такая же идея важно то есть там тоже под скобкой получится xtx плюс лямбда умножить на единичную матрицу теперь вопрос чатика почему у нас единичная матрица если мы выяснили что скаляр будет xt на x почему вот здесь единичная матрица потому что мы эту штуку берем и переносим в начало что как бы в чем плохо что мы так сделали но в целом ничего плохого нет просто если единичную матрицу не поставить у нас здесь будет число а здесь будет две матрицы и что значит прибавить к матрице число ну типа вот например если сделать numpy то у тебя прибавится число каждому элементу это явно не то что мы хотели вот поэтому мы можем умножить на единичную матрицу чтобы размерность не полетели на результат это точно не повлияет и тогда мы спокойно сможем их сложить друг с другом здесь будет n на n и здесь будет n на n да да чтобы вынести dx именно так все задачками по дифференцированию у меня все я не думаю что какие-то более хитрые идеи будут на контрольных проверочных хотя конечно и там вот где-то здесь была задача следом он той нет ни по короче где-то мы были задачки со следом и так далее их нужно посмотреть и с вот этим тоже она вот она со следом вот у нас определить вот это тоже нужно посмотреть они здесь но видите реально не очень много написано всего вот но важно то что несмотря на это они решаются ну типа реально быстро но сложно поэтому это нужно сесть вот выделить себе немножко времени разобрать и понять давайте немножко мотивации из области зачем же это нужно сделать мотивация из области такая что когда вы например на понимаете всю вот эту вот природу матричного дифференцирования что от чего зависит и так далее вы легко можете потом уже в будущем строить какие-то свои произвольные модели прекрасно понимая что на что каким образом будет влиять вот не могу сказать что матричное дифференцирование ревекторное дифференцирование то вещь которую там я в частности применяю каждый день но это очень во-первых с моей точки зрения улучшает мышление плане построения модели понимания модели и так далее во вторых ну это уже там более такая специфичная вещь если вдруг заниматься ресерчем или чем-то таким сложным то конечно это там будет использоваться часто еще один вопрос мне был отправлен в личку и имен не называю почему мы не можем сказать что у нас x квадрате умножить на x т у нас одного размера что и x x в квадрате на x ты не совсем понимаешь такой x квадрате давай я на это отвечу после семинара еще чтобы сильно не задерживаться то не очень понимаю так все дифференцирование у меня все если кто-то еще что-то хочет узнать спросить задать вопрос давайте если не нет тогда переключимся на вот новый материал причем он у нас будет из двух частей стоит сначала у нас будет pdf-ка с теорией вот что хочу по поводу нее сказать pdf-ка просто идеальный реальный чел который писал вот в раю ему отдельное место писали и давно наверное и эльвира писала вот а дальше посмотрим вот маленький ноутбук как это воплощать все в реальность ну не все крайней мере части из этого делал так поехали значит здесь будет много практических тем которые но реально вот будут но на практике очень нужны тема номер один пропущенные значения у нас с вами но в реальных задачках просто постоянно будет встречаться пропущенное значение и ну вот здесь я буду стараться быстро это пробегать если что я говорю всегда можно прочитать и особо вы не потеряете если вы меня сейчас не послушайте почему это может происходить не хочет чел отвечать есть какие-нибудь ошибки может быть такое что там у чего-то там у объекта нет какого-то свойства так далее вот многие алгоритмы но на самом деле и линейная регрессия и нейросетки они не могут работать с такими данными и нужно с ними что-то сделать чтобы пропущенные данные модели скормить но такой спойлер деревья с ними работать умеет вот что можно делать но идея номер один давайте константным уникальным значением то есть что сделаем для всех пропущенных заменим каким-то одним значением как бы откуда мы возьмем это значение логичный вопрос но если чай случайные по сами там нолики теничку главное чтобы у нас специфика не полетела то есть словно говоря смотрите у нас есть какой-нибудь допустим у нас данные с домами и у нас написано сколько окон в доме ну и там значение чем 10 15 20 так далее где пропущенные значения если мы заменим нулем то получится как будто это дома без окон и поскольку модель но будет стараться по другим данным в частности она будет замечать а чем больше окон тем наверное больше цена ну как правило такая зависимость есть да потому что чем больше окон тем больше площадь вот и только она увидит ноль окон типа избушка без окон без дверей и наверняка она тогда ну типа для этих объектов если просто заменить какой-то константы не очень правильно подобраны она возьмет и для них сильно цена упадет потому что 0 типа гораздо меньше чем 15 или 20 вот это не здорово момент номер два гораздо лучше уже это какой-нибудь статистикой арифметическим медианой моды и так далее но точки зрения москве лучше всего будет сделать но хотя не так что прямо это явно но в целом лучше сделать арифметическим в целом можно и другими значениями но опять же мы с вами позволим модели как бы съесть эти данные проблема в том что мы потеряем часть информации из датасет то есть у нас там были пропуски а мы их заменили какими-то значениями как будто там что-то стояло то есть мы вручную заменили данные по сути взяли и потеряли часть данных вопрос мы же тогда никакому числовом и значению константу подобрать не можем а что это значит можно прояснить не понял смысла вот тебя 0 окон мы же тогда ни для какого числа значения не сможем подавать к стату которые пропуски исполнять вот вот этого ну и не можем сейчас я не могу смыслов распонять не можем подобрать вот у нас есть какой-то числовый признак и там пропуски так ну то есть константа там ставить вообще не вариант но смотри вот здесь же константа вставляется просто это константа не из головы взятая это какая-то статистика средне арифметическая медиана и так далее ну вот условно говоря в случае с окнами но в среднем их там пускай будет не знаю в среднем 15 штук окон в наших домах но мы возьмем для всех пропущенных поставим 15 в целом тогда не будет там какой-то вот этого дрейстик значит декрис в качестве из-за того что мы ноль поставили и он взял а у признака был большой вес и он взял и как там снизил нам цену ну то есть в среднем он что-нибудь нормальное сделает вот это просто мотивация в том чтобы константу подбирать каким-то ну какой статистикой вариант номер три это предсказаниями другого алгоритма но опять же важно все понимать все машинное обучение это статистика и это всегда было просто чистой статистикой поэтому если мы используем один алгоритм для того чтобы заменить значение для другого мы новых данных все равно никаких не получаем то есть новой информации это не внесет в целом может конечно да как-то положительно сказаться на качестве но вот опять же чего-то нового это не привнесет в датасет хотя ну опять же важно то что модель просто поучится то есть что же что значит предсказаниями другого алгоритма значит взять всю выборку где этот признак не пропущен сказать от train выборка обучить на нем модель предсказывать это значение признака и соответственно для новых данных взять и не для новых для данных которых этот признак пропущен взять и заменить пропущенные значения предсказаниями этой модели то есть мы как бы грубо говоря за используем другие данные датасета для того чтобы заполнить вот эти данные как бы в целом да конечно о этом особенно если данные неплохие алга и алгоритм очень там бустинг он может заменить очень качественно но важно понимать что мы реально новой информации не внесли вот какой прикольный трюк здесь существует который часто может хорошо отразиться на качестве чтобы не потерять информацию о пропуске мы добавляем даме признак даме признак бинарный признак как хотите вы называете что мы делаем мы добавляем признак который говорит пропущен ли пропущенное значение в нашем признаке ну то есть грубо говоря здесь заменили там либо статистикой либо предсказаниями другого алгоритма до пропущенных значений а дальше добавляем признак говорим x1 пропущен и соответственно сниму если для него еще какой-то вес вот что может получиться если мы здесь заменили константой какой-нибудь да то благодаря вот этому еще одному признаку но он даме признак он как бы нам гадость какую-то особую не сделает вот благодаря нему мы сможем точечно подобрать оптимальную константу под этот признак что имею ввиду что здесь будет единичка когда ну то есть просто в 2 прибавляться когда признак пропущен и будет ноль когда признак не пропущен то что здесь будет соответственно у нас когда пропущен признак будет значение в 2 плюс в 1 умножить на вот константу который мы сюда запихнули то есть по большому счету если мы не хотим другие алгоритмы использовать для замены можно сюда на самом деле вот реально вставить какое-нибудь константное значение типа там даже ноликом заменить и тогда вот этот член он нам сам подберет оптимальную константу вот это такая интересная и полезная фишка идем дальше если вопрос есть продолжайте атакуйте задавайте значит выбросы вот мы с вами уже обсуждали что мы ски это функция ошибки чувствительная к выбросам но понятно из-за того что она квадратичная вот смотрите такой интересный пример у нас вот два дата сета саутлая без аутлайра из всего лишь два аутлайра добавили всего лишь два выброса но вот мы видим что таргет у нас маленький 0 до какого значения здесь резко вот выбросы появились но в каких случаях вот в каких реальных данных можно наблюдать такую зависимость например это можно наблюдать в случаях когда у нас стоимость чего-нибудь опять же вот мы с домами видели что у нас там в среднем грубо говоря до 400-500 тысяч а вдруг резко какой-то миллион вот ну то есть раз там не знаю какой-нибудь богач пришел вот и в чем проблема что если использовать mse то вот смотрите просто добавив два выброса наше предсказание будет работать вот таким образом это конечно ну реально очень плохо потому что из-за всего лишь двух наблюдений он взял и как бы испортил нашу модель которая очень хорошо аппроксимировала все другие значения просто из-за того что ему ну вот квадрат вот этого признака он иначе слишком большой становится как бы если вот мы продолжаем такую зависимость он будет там чем типа 90 в квадрате ну 8 100 вот и это проблемой мысли да что можно сделать можно например за использовать среднюю абсолютную функцию ошибки мои если вдруг кто не помнит и будет формула не будет но окей моей это просто модуль от реального значения минус предсказанного значения это наша функция ошибки то есть смотрим абсолютное отклонение и с точки зрения моей темальная константа это медиан вот соответственно это немножко тревантная данная теме информация просто чтобы немножко понимать природу мою и когда она это видит и она говорит типа блин не все таки я не буду сдвигать потому что мне гораздо выгоднее все таки для них всех иметь нулевую ошибку ну или там близкую к нулевой для вот этих примеров нежели как-то сдвигаться в сторону всего лишь одного наблюдения потому что если сдвинуться на один вверх да ну давайте вот представим у нас наша штучка взяла и сдвинулась вот так вот вверх на один получается ошибка на всех примерах выросла на один а на этом она всего лишь снизилась на единичку было 90 стала 89 соответственно даже если она вот так проведет прямую да здесь вообще как-то ошибка сильно возрастет а под этот пример она снизилась ну чего-нибудь там на 70 да и поэтому ей действительно не выгодно сдвигаться в случае мс е типа даже если сдвинуть вот так вот чуть-чуть ее на единичку вверх у нас ошибка вот здесь уже упадет на 90 плюс 89 на 179 просто из-за того что здесь квадрат правильно ну как я выдумал такое число было 90 в квадрате стало 89 квадрат ну если я правильно помню разница между ними 90 на 89 90 плюс 89 ну соответственно да выгоднее так сдвинуть вопрос что во втором рисунке очень плохо потом третьим полнорм четыре общей норм зависимости от выбранных коэффициентов это вот эти два графика это м с е функция ошибки вот эти два графика это мая ошибки и мая она не чувствительна к выбросам то есть она не будет портить нашу модель ради каких-то отдельных наблюдений вот можно конечно использовать ее но не всегда ну типа они не хотим использовать мои у нас допустим целевая у нас с вами ошибка это там м с ели рм с е да и поэтому мы хотим использовать м с е как функцию потерь потому что бизнес вели у нас зависит от нее что можно сделать ну во первых нужно всегда иметь ввиду что часто в данных не всегда но периодически бывают ошибки в заполнении то есть просто чел случайно там не знаю поставил лишний нолик или не знаю там перепутал два признака и вместо там кого-то признака поставил значение в таргет там супер небольшое значение появилось как легче всего их искать ну либо смотреть на распределение и хвосты распределений есть такая эвристика она не всегда как бы берется нас но на веру но часто и используют эвристика следующие все значения должны лежать диапазоне среднее от таргета плюс-минус три стандартных отклонений те которые лежат вне его очень часто удаляются ну не очень часто но так я бы сказал 50 на 50 вот и говорится что все остальные данные мы не будем использовать для обучения потому что они будут нам вредить какие-то возможно выбросные данные вот вот это тоже важно всегда держать в уме конечно что зачастую если объекты выбросы на самом деле как бы не выбросы а просто вот такая особенность нашего таргета что он может слетать до небеса но допустим у нас такое реально типа здесь никаких ошибок нет такие значения то зачастую действительно не нужно ударять нужно вот модифицировать функции ошибки например как здесь почему потому что тогда если их выкинуть значит информация которая не могли бы дать в целом полезную она потеряется и если у нас придет похожий пример в тестовой выборке там и его ну типа мы не видели объекты такого таких как он до этого поэтому может получиться так что из-за того что мы не видели объектов таких как он у нас ну до нем гораздо будет хуже ошибка но вот сейчас там кто внимательно следит за моей мыслью может возникнуть вопрос окей хорошо изменили функции ошибки как ты говоришь поставили маги ну типа на нем ошибка огромная какая разница был он или нет типа до рассуждение абсолютно правильное но что можно делать таком случае если это реальные данные но скорее всего если у нас конечно не совсем хреновый датасет то у нас наверно в хотя бы в каком-то признаке хотя бы намек будет на то что здесь будет большой таргет но грубо говоря у нас есть какой-нибудь признак и обычно там значение 10 принимает а вот именно для этого признака для этого объекта он принимает значение 12 допустим что можно сделать можно взять и добавить этот признак какой-нибудь огромной степени то есть у нас будет зависимость там от каких-то признаков от этого плюс от этого признака этом в пятой степени грубо говоря вот но если с масштабированием делать то дела похуже обстоят там но хотя даже если вот именно с масштабировать как типа минус средний делить на стандартные отклонения в целом но там будет больше ниточки значений возводить степень будет окей вот возбил возводим в огромную степень и тогда у нас разница понятно между средними значениями сильно увеличивается тогда опять же там будет очень большое значение этого нового признака именно для этого объекта и он сможет как-то неплохо наверное описать его динамику вот это все к чему сейчас вот эта мораль у нас еще будут такие темы как например несбалансированные датасеты дальше ну несбалансированные скорее правильно сказать датасеты с несбалансированными классами вот когда будем мультиклассовую классификацию говорить просто постоянно такое встречается в одном классе 1000 объектов в другом 10 сейчас этим делать вот важно всегда держать в уме что если вы видите что это ну практически точно не выброс реальное значение из датасета да ну вот такое оно просто то это как бы естественное свойство данных а раз это естественное свойство данных значит на тесте но на новых данных да когда они будут приходить может наблюдаться ровно то же самое соответственно если мы выкинем мы по сути как бы потеряем информацию о реальных потенциальных объектах которые нам могут в будущем попасть в тестовых выборках ответственно нужно стараться сделать так чтобы сохранить как можно больше информации об этом объекте так если вопросы есть давайте тоже задайте пока что перейдем к категориальным признакам ну в работе это была задачка там конечно ван ход кодирования от вас ожидалось вот как можно обрабатывать категориальные признаки ну вот ровно тот же пример по сути что был у вас в работе на допустим мы их так закодировали ну вот первый случай это лейбл энкодинг это в целом вот как бы оставить все как есть то есть закодировать категориальные значения чиселками ну допустим вот красный 1 зеленый 2 7 3 и так и обучить модель на самом деле видим в будущем что такой подход используется как бы из из в 3-бейст моделях то есть на самом деле для деревьев проблема категориальных признаков на самом деле вообще никакая не проблема они реально кодируют таким образом там просто единственное что важно это подобрать неплохой порядок как бы их так и скрупировать ну то есть кому из них единичку кому двойку кому тройку вот а для линрега конечно эта информация но много информации теряется в таком случае да и для всех линейных моделей и для нейросеток в частности поэтому мы с вами используем анкот энкодинг да ну как бы и для экономии можно что сделать можно во первых редко встречающиеся категории объединять в одну и для них один во вторых можно и нужно всегда выкидывать лишний признак да у нас линозависимый будет есть еще такая прикольная идея как счетчики и например во всяких градиентных бустингах часто используются они в частности в катбусте яндексовском используют их вот еще минутка такая прелюдии к этому делу вот когда я был в универе и проходил вот это дело это было четыре года назад катбуст только зарождался ему там года два было и я вообще его ненавидел да и никто из нормальных людей его не любил он был медленный долгий давал всегда хуже качества и так далее но хочу сказать что ребята из яндекса огромные умнички они его реально супер сильно улучшили и сейчас он зачастую дает качество там не хуже ну где-то и лучше чем другие алгоритм градиентного бустинга такие как light гбм мы все с вами в будущем разберем через месяца полтора вот просто к тому чтобы все что от яндекса на самом деле почти всегда это качественное вот это имейте ввиду хотя я сам яндекс работ значит счетчики поехали в чем идея но у нас вот ван ход конечно наплодит кучу признаков это нам нафиг не нужно поэтому что можно сделать можно заменять значение признака ну допустим у нас с вами есть вот признак как вот здесь зеленый красный синий да что можно сделать можно взять и посчитать а если у нас для объекта этот признак но вот цвет какой-то зеленый какое для него среднее значение целевой переменной то есть по сути мы как бы узнаем информацию целевой переменной через этот признак мы знаем что если зеленый допустим то в среднем целевая переменная равна 10 если красный то в среднем она равна допустим 50 допустим вот красный это к богатым относится не знаю к чему не важно а синий допустим среднее значение 5 то есть си нет наоборот для бедных тогда что получается мы можем использовать эти вот значения да чтобы немножко аппроксимировать целевую переменную с помощью этого признака зная среднее значение целевой переменной по этому признаку то есть нам это поможет очень неплохо так ну приблизьте проблема в том что если все это сделать на тренировочной выборке но вот у нас формула этого дела давайте покажет комментарий один по формуле здесь формула в случае когда у нас целевая переменная это бинарный но когда у нас target это бинарный бинарная классификация то есть да вот здесь и равно плюс один если это регрессия просто вот эту фигню заменяем на да ты что просто стать средне если регрессия то среднее значение целевой переменной когда мы наблюдаем данное значение признак если мультиклассовой классификации ну опять же здесь не так конечно все просто будет как случае там бинарной или регрессии но что можно сделать можно будет под каждый класс ввести такой признак какое среднее значение класса когда у нас этот признак или можно чтобы не платить признаки сделать по-другому какой наиболее встречаемый класс когда у нас такое значение признак тоже ну как бы какой немножко информации конечно потеряем но но хотя все равно если какой класс нам нужно это дело кодировать через ван ход поэтому не в любом случае если мультиклассовая классификация но добавляем столько же признаков сколько у нас классов ну минус один до чтобы линейного не платили или зависимое не платить вот и каждый признак будет какое значение данного класса среднее когда мы видим этот признак ну то есть как он не про как часто мы наблюдаем данный класс когда мы видим такое значение признак теперь про проблему если все это сделать на трейн выборки и обучить модель задница в том что у нас мы внесли информацию о целевой переменной в наш датасет правильно то есть мы каждый из них кодировали с учетом таргета на этих же данных то есть когда мы обучались мы как бы в данные внесли информацию целевой переменной поскольку ну каким-то образом мы его там средние по группам брать это ужасно это нельзя допускать ни в коем случае поэтому есть несколько способов как это сделать так чтобы не было регуляризации чтобы не было внесение информации целевую выборку давайте разберем несколько случаев случай номер один это дух это ног крое через кросс валидацию здесь вот интересный пример разбирается разбирается если мы модель обучаем с лишь кросс валидации да вот типа делим на блоке на одной на всех кроме одного обучаем но на последнем тестируем вот а сейчас у нас быть двойная кросс валидации то есть помимо того что мы должны вот обычную валидацию сделать мы значение вот счетчика до считаем across валидации давайте рассмотрим что мы делаем сначала вот наша обычная кросс валидации когда мы поделили на 3 фолда на первых 2 было модель обучать на третьем тестировать на все окей что мы делаем каждый из фолдов то что вот для фолд 2 и фолд 1 каждый из живых так называемых фолдов данных которых мы обучаемся мы их делим на сколько-нибудь суп фолдов здесь их сколько угодно может быть но в данном случае тоже 3 здесь можно сколько угодно 5 10 20 и так далее вот по всем кроме одного суп фолда считаем статистике на нем заменяем точно так же затем по первому и третьему суп фолду считаем статистике что значит там статистике считаем допустим у нас задача регрессии сейчас для просто ты считаем среднее значение целевой переменной когда наш категориальный признак принимать значение красным да вот считаем такое значение дальше какое среднее значение ну вот то есть в чем идея у нас вот какой-то объект у него значение красный соответственно вот там по двум другим суп фолдом считаем среднее значение целевой когда мы видим что признак красный и заменяем для него то же самое делаем для остальных суп фолдов что важно понимать вот что значит я сказал что там 3 5 10 20 и так далее чем на большую часть мы с вами побьем это дело тем в целом будет меньше у нас какое-то пересечение информации до между ними но с другой стороны тем хуже у нас ой чем меньше фолдов тем меньше у нас кросс информации между ними получается и с другой стороны тем получается у нас менее точно считаются статистики ну то есть грубо говоря если поделить на два фолда вот здесь на суп фолда получается что мы всего лишь по 50 процентов значение будем считать вот признак для другого вот чем это лучше чем фан вход я сейчас объясню короче делаем таким образом а для фолда 3 который у нас вот внешний фолд да мы заменяем значение для этого признака счетчиками по всем среднем из первых двух фолдов но в целом все просто то есть мы каждый из них на суп фолды делим для суп фолдов заменяем на сосисну на оставшись для оставшись у фолда по всем остальным заменяем вот для внешнего фолда до заменяем среднем повод этим вот таким образом делаем ну соответственно дальше обычная кросс придации на первых двух обучаем среднем тестируем ну да чем лучше чем он ход я не объяснил во первых это плодит всего лишь один новый признак случае бинарной классификации регрессии в случае мультиклассовой ну-ка будет ну обычного мультикласс классификация немного у нас классов там в пределах 10 допустим вот а если признак принимает много уникальных значений ну или в целом у нас много категориальных признаков ну давай у нас пять категориальных признаков каждого пять уникальных значений соответственно если бы мы сделали one-hot мы бы добавили 5 умножить на 4 минус 5 и того 15 новых признаков а если мы делаем счетчики то мы типа не добавляем вообще новых признаков потому что мы просто категориальное значение признака заменяем на счетчик Это огромное преимущество, потому что меньше риск переобучения за то, что у нас меньше вот этих вот единичных признаков. В какой-то степени иногда бывает более качественно, чем банхот, потому что используют информацию о царевой переменной. Это подход с кросс-валидацией. Еще парочку вещей, что можно сделать. Зашумление. Ну вот эти два, вот с кросс-валидацией это хорошее, реально, так часто делают. Вот эти два, это не очень хорошие, но они простые. Значит, что здесь делать за шумление? Это вот посчитать для трейн-выборки, вот как я сказал, с переобучением, ну типа с внесением информации, а дальше просто шум добавить. Уровень корреляции снизит, ну просто прикол-то в чем? Ну и снизил уровень корреляции, типа признак стал хуже с другой стороны. Это не очень. Вопрос из чата, то как CatBoost поступает, да, именно так. Он так считает для категориальных признаков. Сглаживание. Тоже в целом не особо интересная вещь, но что они делают? Они говорят, чтобы, ну в целом сглаживание это даже некая надстройка, получается, над другими методами. Они говорят про следующее. Давайте мы что сделаем? Мы поделим, по сути, на две части. Значит, с одной стороны мы будем считать с коэффициентом лямбда по остальным данным, скажем, ну вот как здесь, да, мы по сути полдам считали. С другой стороны мы будем некое глобальное значение прибавлять. Глобальное значение, посчитанное по всей выборке. Вот. Как бы, в чем прикол? Что если хорошо подобрать вот эту вот функцию, которая здесь у нас внутри находится, эта функция, ну как-то я не думаю, что сейчас просто вам сходу ее понять, что здесь происходит и останавливаться. Я здесь не очень хочу, не такая важная вещь. Вот. Посмотрите, если вопросы будут зададить. В действии на пальцах это функция, которая у нас должна зависеть от того, по какому размеру, там, по какому размеру бина мы считали значение вот для счетчика. То в целом что будет получаться? Если у нас признак наш редко встречаемый, то у него очень сильный вес имеет вот глобальное значение, одинаковое для всех признаков. Если у него много, ну, часто встречаемый признак, то в целом будет большой вес иметь вот эту вот для него посчитанную часть. Это подход сглаживания, он нужен для того, чтобы для редко встречаемых категорий угладить значение. Ну, то есть что может быть? Допустим, у нас там данных не так много, скажем, 100 с вами, да? Давайте для простыни 100-300, чтобы легко их поделить. Ну, соответственно, в двух фолдах 200 данных, здесь там, допустим, каждый из них на 3 субфолда поделили, но в среднем там сколько получается? По 33 в каждом. Вот. Если признак редко встречаемый, там, допустим, он встречается всего там в 2% данных датасета, может получиться так, что он всего лишь один раз встретился в этом субфолде, и получается для этого, если он встретился, мы заменим все значения, ну, там, все разы, где он встречается, всего лишь по одному наблюдению посчитанному. Ну, это, конечно, бред получается. Почему? Потому что, ну, типа всего лишь одно наблюдение, оно вообще могло быть любое. Вот, поэтому можно юзать склаживание. То есть здесь у нас глобальное значение под все категориальные, под все значения этого признака, они одинаковые. Вот здесь значение. А здесь у нас получается вот чисто под него. Еще быстрая парочка вещей, значит, склажирование по времени, вот это тоже второй, который даже чаще, я бы сказал, чем кросс-валидационный подход применяется. Где я в следующем? Давайте отсортируем выборку некоторым образом, ну, случайно, просто взяли, перемешали. И для этого объекта мы статистику по какому-то признаку жи, категориальному, будем считать как статистику по всем предыдущим наблюдениям. То есть мы отсортировали, взяли там номер и, ну, допустим, номер 10. Соответственно, для него мы будем вот для житого признака счетчик считать только по предыдущим 9 наблюдениям. В чем хорошо? В том, что никакой информации, опять же, у нас, ну, утечки церевой перемены не происходит. Мы считаем, не интегрируя как бы это значение в само. С другой стороны, для, вот, например, 10 я сказал номер, да, ну, допустим, категориальный признак там 5 значений принимает. Как уникальных все равновероятны. Значит, в среднем до вот этого мы встретили, ну, там, где-то 2, наверное, значения с таким же значением категориального признака. Соответственно, что получается? Получается, что мы по нему заменили наблюдение, ну, посчитали счетчик, всего лишь по 2 наблюдениям. Но, опять же, очень стахастически некачественно и плохо. Поэтому что можно сделать? Можно перемешать выборку несколько раз, там, К раз, ну, 5 обычный раз перемешивать, 10 иногда, вот, заменить для каждого признака на свой, а дальше усреднить по вот этим вот случайным перемешиваниям. Вот, в целом, это даст гораздо более устойчивые результаты, потому что, ну, иногда мы будем заменять для него по маленькой части наблюдения, иногда по большому какому-то уже пулу наблюдений. Ну, и в целом будут качественные получаться счетчики. Вот. Последняя вещь, Weight of Evidence, она, ее сложно обобщить на случай регрессии или мультиклассовой, она в целом хороша только под бинарную классификацию. У нас есть два класса. Соответственно, что мы делаем? Мы введем обозначение для доли объектов класса B внутри заданной категории C. То есть, что это получается? Давайте посмотрим, вот у нас какую долю. Когда мы наблюдаем значение C у нашего категориального признака, ну, допустим, вот цвет синий, да, мы наблюдаем, какое будет, сколько раз встречается там положительный класс, допустим, да? Вот, посчитали. Дальше посчитали, ну, соответственно, 1 минус это число, это доля, которую встречается другой класс, но отрицательный. А дальше мы заменили признак на логарифм их отношения. В чем прикол такой штуки? Когда они примерно равновероятны, оба класса, да, ну, то есть, что это значит? Что когда мы видим, что с данным значением категориального признака, значением цвет синий, два класса примерно равновероятны. Здесь будет дробь стремиться к единичке, логарифм этого дела будет стремиться к нулю. Соответственно, значение будет, ну, когда оно близко к нулю, получается, что в целом категория примерно с одинаковой вероятностью встречается в обоих классах, да? Ну, значит, у нас как раз признак довольно бесполезный получается, потому что мы по нему не можем идентифицировать наш класс, он равновероятен примерно. А чем сильнее он будет отличаться от нуля, причем неважно, в какую сторону, в положительную, отрицательную, но если в положительную, то есть в значении какое-нибудь 10, значит, он, когда мы видим этот признак, у нас очень часто встречается положительный класс, гораздо чаще, чем отрицательный, супер. Если видим очень маленькое значение, там 0, 0, 1, то, соответственно, наоборот, получается, что мы очень часто наблюдаем отрицательный класс, гораздо чаще, чем положительный, когда мы видим это значение категории. Но это да, это только под бинарную, под остальные задачки сложно обобщить. Теперь небольшая мораль по всему этому делу. Нет какой-то панацеи, неизвестно и никогда не будет известно, какой из этих подходов в общем случае лучше. Как лучше делать, счетчиками или ванхотом? Как делать счетчики? Кодированием по времени, кросс-валидацией, делать сглаживание, не делать. Ну, конечно, никакого универсального решения нет, нужно пробовать в целом все. Но когда у вас задачка улучшить качество, вот вы в проде сидите, ну, реально, опять же, вон случай приведу, пришел ко мне гендир стартапа, говорит, я сделал договор, мне нужно, чтобы ты выбил качество 85%. Тестировать будем следующим образом, они нам дали данные, с ними строишь модель как хочешь, дальше у них есть скрытая выборка. Вот на следующей встрече мы должны запустить нашу модель. Если она даст качество больше 85%, контракт заключит. Если будет меньше 85%, контракт не заключит. Соответственно, что в таких случаях нужно делать? Нужно, понятно, и кросс-валидации и так далее использовать. Но самое главное, каждый миллипроцент вам даст, он вам будет полезен. Поэтому в таких случаях очень полезно поделить выборку как-нибудь сам, не знаю, на трейн-тест или через кросс-валидацию, опять же. Дальше посмотреть все подходы. Рекомендация немножко, если вы будете этим делом в профессиональном плане заниматься и хотите этим заниматься, или хотите пока что очень много обучаться этому делу, тоже очень хорошая цель. Все вот эти функции, сглаживание, кодирование по времени, в целом они реализованы в каких-то пакетах, но я лично сходу даже не скажу, в каких пакетах можно это использовать. Но что есть лично у меня, у меня там в заметках где-нибудь хранятся функции под все это дело. Если я хочу все попробовать, я беру вот эту вот функцию со всеми этими функциями, беру и значит просто запускаю протестировать. И тестирую, смотрю, как каждый из этих подходов улучшит или ухудшит качество. Это тоже такой совет. Так, я смотрю, что я и так уже на 5 минут задержался, но это не самое страшное. Самое страшное, что я еще хотел IPNB показать, но ноутбук я, видимо, не покажу. Пока что посмотрим просто на теорию этого дела. А теория следующая, как доставать признаки из текстов. Может быть, я что-нибудь отсюда включу на следующую самостоятельную, пока не уверен. Но это просто очень полезно. Знаете, конечно, все, кто захотят заниматься с текстами, у вас будет, ну, мы это будем и на интро-дип-лёрдинг говорить здесь по поводу текстов, я вообще вам там отдельную мораль затолкаю. Но еще у вас будет курс по NLP, по идее, на четвертом курсе. Там будет гораздо лучше все это даваться. Пока что просто самые базовые вещи, как можно, вот пришли данные, чтобы сразу не париться, никакие там модельки предобычные не загружать, как можно обработать текстовые признаки. Ну вот, например, что бывает часто, у нас есть какой-то датасет, и дальше у нас там какой-нибудь, например, комментарий от агента. Ну вот опять же, про дома наши, да, у нас есть там куча признаков. И дальше какой-нибудь комментарий от агента или какой-нибудь, не знаю, описание сгенерированное там чем-нибудь, допустим. Это хороший обширный дом. А, вот, можно, например, отзывы. Если мы там про какой-нибудь букинг говорим, да, можно отзывы парить, например. Отзыв следующий. Дом отличный, хозяин отличный, но, не знаю, дурной запах идет, да. И нам нужно все эти тексты как-нибудь тоже заиспользовать из них информацию, не просто их выкинуть, да, а, понятно, категориальную перемену это не пойдет. Ну, типа, вероятность того, что тексты пересекутся, она, конечно, ну, как правило, маленькая, зависит от данных. Вот, поэтому нужно как-то обработать тексты. Подход номер один. Называю самый дебильный подход, что есть, но до сих пор есть люди, которые его используют, иногда это норм качества дает. Bag of words. Что мы делаем? Сейчас буду немножко переключаться между этой штучкой, чтобы было понятно. Мы говорим, разобьем весь текст, каждый текст на слова. Ну, как бы каждый текст можно набором слов представить. Здесь, конечно, куча вопросов возникает. Ну, вот, например, если это английский текст, если у нас апостроф с идет, что нам с ним делать? Да, если у нас русский текст, то получается слова, скажем, играл, играла, играют, играем, игра и так далее. Это одинаковые или не одинаковые? Ну, сейчас все быстренько рассмотрим. Вот, как со всеми этими особенностями. Пока что просто вот взяли, допустим, по пробелам, разбили тексты на слова. Дальше что делаем? Строим матрицу Bag of words. Из чего она состоит? Матрица Bag of words выглядит следующим образом. Сейчас я немножко порисую. У нас число строк такое же, как число наблюдений. Ну, n. А число признаков такое же, как число уникальных слов, которые у нас встретились. Вот, пускай это будет каким-нибудь, не знаю, словом, буквой m обозначаться. И элемент i, j этой матрицы, вот он у нас, i, j, да, вот у нас и-тая строчка, вот у нас житый столбец. Он показывает, сколько раз слово j из словаря встретилось в тексте i. То есть что мы сделали? Мы сначала все слова, ну, разбили все тексты на слова, создали такой массив со всеми имеющими словами. Ну, там, не знаю, слова, допустим, да, каждому слову свой номер дали. И дальше мы говорим, что i, j элемент, это сколько раз слово j встретилось в тексте i. Получается, наш текст, вот одно наблюдение, будет представлено вектором суперразреженным, понятно. Но в нем будет храниться информация о том, из каких слов он состоит. В чем проблема, прям быстренько. Во-первых, не учитывает порядок слов, да, понятно. Во-вторых, огромнейшая матрица получается. Ну, вот там, под пример, который здесь у нас в семинаре, у нас 2000 наблюдений, и вот столько у нас уникальных слов. В 15 раз примерно больше, чем число наблюдений. Проблема номер три. И даже похожие по смыслу слова или даже по корню слова, вот играем, игра ли и так далее, они будут, им будут, ну, типа, они будут как разные рассчитываться. То есть, если здесь слово, там, играем встречалась один раз, здесь слово играли встречалось один раз, ну, пускай не один, а пять раз встречалось. Допустим, там, оба текста, значит, про игру. Ну, из-за того, что они как бы по-разному записываются, для них будут, ну, разные веса им в соответствии ставятся. Это тоже плохо. И четвертая проблема в том, что мы всем словам здесь даем одинаковый вес. Ну, то есть, там, вот встретилось какое-нибудь редкое слово много раз, это одно дело. А встретился там предлог или артикль в английском, да, эй, допустим, пять раз. Ну, в целом, да и фиг с ним. Ну, типа, это артикль, он никакой информации не несет, как правило. Вот, это четыре проблемы такие основные этого дела. Про них нужно помнить. Дальше, как это делается, если что, с точки зрения, там, практики. Вот мы посчитали эту штучку матрицы, дальше взяли ее просто присобачили к нашей матрице признаков, которые там числовые и так далее признаки, да, вот просто взяли вот эту богофорс, матрицу к ней, типа, конкатинировали. Все, получили огромную матрицу признаков. Вот, ну, одну из этих проблем, четырех, которые я обозначил, можно решить. В частности, можно решить проблему с важностью слов. То есть, чтобы не было такого, что там, ну, здесь пять раз артикль встретился, а здесь пять раз встретилось какое-то важное слово. И там, и там пятерки стоит, что не здорово. Вот, здесь на помощь приходит TF-IDF. TF-IDF говорит следующее. Он состоит, ну, вот формула TF-IDF, она считается вот так. TF умножить на IDF. Сейчас быстренько разберем. TF-IDF – это просто встречаемость слова в рамках данного текста. Встречаемость, поделенная на число слов. То есть, какую долю слов данного текста занимает данное слово. Это TF. Ну, то есть, это как богофорс, просто поделенный на число слов в тексте. Вот, это важно, в данном тексте. А IDF, она считается для каждого слова относительно всего датасета. То есть, IDF-слово для первого и для второго текста, ну, для одного и того же слова, оно одинаково. И считается она следующим образом. Ну, там много есть способов сглаживания и так далее. Самый канонический из них – это сделать следующим образом. Взять логарифм от числа документов нашей коллекции, ну, то есть, в примере из ноутбука 2000, поделить на долю документов, в которых данное слово хотя бы один раз встречалось. Неважно, оно встретилось в этом тексте 5-10 миллион раз, один раз. Просто, если оно встретилось в тексте, мы его вот сюда включаем. Не встретилось, не включаем. Получается, что мы считаем некую информацию о том, как часто можно встретить данное слово в документе. Получается, что если это артикль, то его практически во всех текстах можно встретить. Если это предлог, то тоже он во многих текстах будет встречаться. А если это какое-то редкое слово, то оно далеко не во всех текстах будет встречаться. И, соответственно, для тех, которые редко встречаются в коллекции, вот эта величина маленькая, значит, вот эта величина огромная. Ну, логарифм этого дела не огромный, но просто большой получается. Если слово почти во всех текстах встречается, здесь будет значение близкое к d, к числу наблюдений в коллекции. Соответственно, эта величина будет стремиться к единичке. Соответственно, логарифм этого дела будет стремиться к нулю. то есть вес у этого слова будет очень маленький вот все то есть получается что tf idf это вот нормированная встречаемость слова в документе умножить на одев который считается глобально для каждого слова рамках всего дата сета все вот это что говорит tf idf буквально еще две минуты н-граммы и ремотизации стемен н-граммы это вот про порядок помните я сказал что порядок у нас не учитывается это конечно очень очень плохо потому что ну иногда порядок слов может там приводить к идиомам к чему-нибудь еще а если заменить их ну там поменять порядок абсолютно другой смысл соответственно что говорят н-граммы давайте включим будем делить текст не только на слова но и будем добавлять словарь комбинации слов то есть там два подряд идущих слова то есть грубо говоря вот у нас есть текст ты же знаешь что максим строго проверяет работу помимо того что мы вот если мы говорим хотим включить и один грамм и ну не граммы так называемые и два грамма биграммы что получится мы включим ты же знаешь и так далее все это включим плюс еще добавим ты же же знаешь знаешь что что максим и так далее но вот здесь там пример с три граммами получается вот соответственно таким образом это позволит нам в какой-то степени еще и порядок слов учитывать мы будем учитывать не только то что у нас там есть слова ты же и так далее мы еще будем учитывать здесь есть там ты же же знаешь и так далее вот и получается в какой-то степени проблем с порядком и тоже решим но мы очень сильно усложним еще одну проблему но не еще одну а старую проблему с тем что у нас раздуется просто невероятно наша матрица то есть если вот отдельных слов здесь было тридцать тысяч то не помню будет здесь написано или нет но если мы за используем биграммы их будет не 30 тысяч а примерно еще 300 тысяч то есть мы в 11 раз увеличим пространство от признаков иногда это не страшно иногда это страшно все зависит конечно от задач а вот такие дела это поводу значит н грамм последние элементизации стемминг любят очень включать я не люблю эту тему потому что на моей практике были случаи когда они вредили качеству но в целом наверно в среднем они будут помогать под подход тех идеях бега фортс но опять же вот говорю очень зависит от задачи вместо того чтобы добавлять само слово можно что сделать лиматизация приведение к начальной форме слова то есть к лемме для существительных это именительный подержи единственное число для глаголов это инфинитив и так далее заменяем соответственно все слова на их леммы получается вот там играли играем играют и так далее все на слово играть заменится окей отлично это прям реально существенно сократит пространство признаков стейминг это еще более жесткая процедура это выделение основы слова то есть в данном случае основа это игра ну игр даже если правильно помню соответственно и слова игра то есть там существительные да и слова играть играют и так далее и какие-нибудь прилагательные с этим делом не знаю играемый да они все будут заменяться на одну и ту же основу игр какая-то информация пропадет типа было то существительным глаголом и так далее но с другой стороны существенно сократим пространство признак можно н-граммы как-нибудь схлопнуть уменьшить размерность кластеризации какого-нибудь автоэнкодером но нет там есть другие техники с эмбэдингами мы будем про это говорить в рамках курса интерту deep learning это нам конечно существенно поможет вот вот такие вещи лучше не делать лучше просто можно вот еще одна фишка но там это в ноутбуке семинарском как-нибудь я его покажу не знаю когда пока вот может быть включу в это доп видео да можно выкидывать просто не учитывать редко используемые слова супер редко использую ну потому что понятно у нас там 300 тысяч в играм но там тысяч 100 из них встречается всего лишь один раз все на сегодня все и так уже на 15 минут задержал если есть какие-то вопросы давайте welcome если вопросов нет спросить давай у нас такой а у нас пара подавел начинается со следующей недели уже а расписание со следующей недели стоит нет ничего не стоит тут именно ничего не стоит ну мне вот говорили что с начала октября у меня вот у нас с вами начнется ну наверное сможет со следующей начнется там самое главное чтобы градиентный спуск понимали потому что там все на нем основано вроде мы с вами разобрали если есть еще какие-то вопросы будут по президентному спуску напишите мне просто в личку вот поговорим поводу них но в целом наверное можно и со следующей начать да и это а у нас пара будет в какой день именно она будет во вторник сразу после машинки